Пчелы Чем отличаются правильные пчелы от неправильных? Своей дружелюбностью Вячеслав Колесников уверен, полосатых трудяк можно и нужно воспитывать. Если ты даже самых злых пчел сажаешь в стеклянный улик, у них пропадает агрессивность. А началось все с желания внести прозрачность в пчелинную работу и дать возможность гостям заглянуть внутрь уле. Как из цветочного нектара получается одно из самых популярных природных лакомств, здесь, что называется, не рассказывают, а показывают на конкретных примерах. В пик летнего турсезона посетители на пасеку заходят целым роем. Иногда в день мы можем принимать до 500 гостей. Все мои родственники, племянницы, сыновья и даже внук все встречаются, занимаются, хороводимся, пытаемся объяснить, показать. Ограничить такую экскурсию может разве что робость, все же есть небольшой риск быть ужаленным. Но все чаще гости просятся, можно сказать, вовнутрь улея. Какой здесь прекрасный аромат, наша камера, конечно, не передаст, но не менее приятный звук вы все же сможете услышать. Говорят, что эти пчелиные вибрации схожи с вибрациями человеческого тела и латают бреши в нашем биополе. А запахи цветочного нектара, прополиса и свежего меда, своего рода ароматерапия. Говорят, сон на улях укрепляет иммунитет, лечит нервные расстройства и еще целый ряд болезней. Но попробовать это стоит просто для хорошего настроения. У нас полос очень крепко, мне нравится то, что пчелки, они гудят и вот этот гул, такой шум, он приятный, ненавязчив, он все так обволакивает. И, наверное, самое главное для туристов то, что платить за все это не нужно. Продаются только мед и другие пчелинные лакомства. Впрочем, познакомившись с пчелами так близко, уйти с пустыми руками будет сложно. Николай Потешкин, Дмитрий Саранцев, Вести, Алтай.